Здравствуйте, мои дорогие! Экстрасистолия – наиболее часто встречающаяся форма сердечных аритмий. Она может возникать не только в результате сердечных недугов, но и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, остеохондрозии позвоночника, эндокринных нарушениях. Причины возникновения экстрасистолии даже у здорового человека может быть стресс, переутомление, злоупотребление лекарствами, кофе, курением, алкоголем. Основными симптомами болезней являются замирание сердца, слабость и головокружение. При нарушениях сердечного ритма эффективен настой календулы. Две чайных ложки сухих цветков залейте двумя стаканами кипятка. Настоять нужно час и принимать по половине стакана три раза в день за 30 минут до еды. Полезен при экстрасистолии и настой калины. Три стакана ягод растолочь, поместить в трехлитровую банку, осторожно залить двумя литрами крутого кипятка, закрыть пластмассовой крышкой, хорошо укутать и оставить на 6 часов. Настой процедить через марлю, сливая его в эмалированную посуду, туда же отжать ягоды. В полученную массу добавьте полстакана лучше всего майского меда. Хранить состав в холодильнике и принимать по трети стакана трижды в день перед едой в течение месяца. Рекомендуется провести три таких курса лечения с 10-дневными перерывами. При расстройствах сердечной деятельности, как успокаивающее средство, используют мелису. Столовую ложку травы залить двумя стаканами кипятка, настоять, укутав и процедить. Принимать по половине стакана три раза в день. После двух-трехмесячного приема настоя обязательно следует делать недельный перерыв. При приступах сердцебиения хороший результат дает настой василька. Две чайные ложки цветков василька синего заварить двумя стами миллилитрами, настоять, процедить, пить по четверти стакана три раза в день за 10-15 минут до еды. При нарушении их сердечного ритма рекомендуется свежий сок редьки черный, смешанный с медом, соотношение один к одному. Принимать состав надо по столовой ложке два-три раза в день. Целители рекомендуют при нервном сердцебиении, сопровождаемой бессонницей, приготовить такой состав. Смешать взятые по части лист мелисы лекарственной и корни валерьяны с тремя частями травы челистника обыкновенного. Столовую ложку смеси залить стаканом холодной воды, настоять три часа, затем прокипятить на водяной бане 15 минут, процедить, пить настой по несколько глотков в течение дня. Выбирайте, что вам подойдет. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и, как всегда, будьте здоровы! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!